Какая-то странная надпись. Вот взял вот эту каталку. Ебашил камеры. Игра расскажет историю о молодом парне. Джеки, по-моему. Ага. Который должен отыскать свою пропавшую жену. Которая лежит в коме. Пройдя через круговорот мистических событий. Вот так вот, а? Так, начать новую игру? Да. Угу. Когда вы, говорит, бьетесь с монстрами. Вы должны, говорит, соблюдать процесс. Иначе монстры придут. А если вы ничего не видите. То Абус за Абус придет за вами. Фрэнч Николс. Хуйню какую-то прочитал точно. Не, ну прочитал. Может что-то нормальное. Но только что-то перевел. Ни хера не нормальное. Так, я надеюсь, она будет на русском. А там никак, я же не пойму-то. Я же буду там все пытаться зачитывать. Понять, где моя жена. Куда она. Боль. На русском. Я не говорю о боли, которые могу заглушить. Болеутоляющими средствами. И не о боли и сказок. Которые могут, что? Не успел. Я говорю о боли, которая остается. О боли, которую вы не отпускаете. Потому что если она проходит, вам становится страшно. Потому что вы боитесь, что если боль уйдет, значит исчезнет и смысл вашей жизни. Как и воспоминания о тех, кто вызывал эту боль. Воспоминания о тех, кто истощали вас, как капля за каплей, опустошая вас изнутри. Даже если кто-то убедит вас о существовании реинкарнации, вы все равно будете бояться смерти. Ни как процесса. Ни из-за боли, которую вы почувствуете. Ни от потери себя. Вы будете бояться смерти из-за облегчения. Вы будете бояться возможности вернуться назад. В форме, которая была своей единственной причиной существования. В жажде мести. Вот это же, блядь, взорвнули. Ой, страшный ты какой ты, Джейкоб. Так, а вы уверены, что вы хотите морально пройти эту игру? Потому что это ни хрена не морально, Владимир Ленин. Что-то тут хорошее, наверное, сказано. Но на английском ни хрена не понимаю. Ну, давай, загруживайся. Ну? Ну? Блин, ну как я вот высказывание Ленина, я не знаю. Даже вот с подсказки, да, вот то, что по-английски написано. Да что ж такое-то? Вот так вот. Игры портят людей. О! Слыхал? Я тоже слыхал. Мне было почти страшно. Так, это я уже? Это я уже. Уй, ты ж ёбушка, блядь. Вот это ж прям, ну да пиздец. Ну это ж, блядь. Это кто так вообще делает? Так, мне надо понять, что как взаимодействовать тут? С чем взаимодействовать? Ага, вот тут ничего не берется, понятно. Так, где-то телефон звонит. Мне по ходу дела надо ответить на телефон. Нифига себе, вот вечно они живут. Ставят вот такие вот хуни. Себе... Па-па-па-па-па-па-па. Охренеть, оставим. Так, а где телефон-то? Телефон! Блядь, ну и бардак. Идём... Вот он, ёбушка-воробушка. Я-то искал такой наш старый аппарат. Е-Ю-А, вот. Алло. Добрый вечер, доктор Миллер. Ой, я чуть-чуть не был услышан. Добрый вечер, Джейкоб, извините, что беспокоил вас так подно. Нам срочно необходимо приехать в больницу. Эм, всё в порядке? Что случилось, Клэр? Я бы предпочёл поговорить с вами тет на тет. Он вообще-то сказал, у вас плохие новости. Хорошо, доктор, я приеду как можно скорее. Он сказал, говорит, я боюсь, у меня плохие новости, поэтому мне нужно видеть вас лично. Так, я и не понял, как я подбирал. Мне ключи надо взять от дома. Дебурбаным фшкты. Ёбанаш, блядь, дышат. Да подожди, так, у опции. Управление, вот, управление. Всё, и ничего нету. Вот как мне это, сука, взять? Мне это надо. Мне по-любому это надо. Возьми. На что ты телефон поднял? Е-р-р-т-ф-с-к-т-ф-к-с-т-ф-т-ф-т-ф-т-ф-т. Ладно, может мне и не надо нихуя это. Так, вываливаем тогда тет. Так, слушай, чё-то было громко, сейчас нихуя не громко, давай погромче сделаем. На 70. Да? А то чё-то вообще их не слышно было. Во! Ему зона заиграла, а что пугало меня? Где выход-то? Вот, вот такой телефон я искал, смотри, видишь, вот он. А он звонил справа, я искал там справа. А, найди, смотри. Они подсвечиваются нихрена. А как я пойму-то вообще? Так, мне надо в больницу дальше иметь, потому что там что-то с Элисом. Элисай. Она в кому впала? Это я вам, ребят, расскажу уже, сразу сбегаю вперёд. Потому что описание игры было... Что там она... Долбанулась головой. Во всех американских вот этих жилплощадях такие шумные, они прям вообще пиздец. Если бы меня вот так вот соседи бы орали, я бы, наверное, вообще бы съехал, боже. Хотя я и так съехал. Без соседей. Донат-энтер. Мама, мы можем. Мы не можем. Блядь, а лифта нету, что ли? Скользко. Вит-вит-вит-вит. Нихуя не скользко. Ну, пока всё нормально. Пока всё пучком. Пока не страшно ни хера. Драться мне не с кем. Инвентарь. Инвентаря нету. Таб тоже нету. Так, ну он бегать может. Понятно. Ладно, тогда мы сюда никуда не шаримся. Смотри, консьержа нет. У, открыто. Открыто же, смотри. Нихуя, да? Тут зацикличено всё. Нельзя мне туда пока, да? И сейчас начнётся. И это больше не импортант. Угу. Хопократес. Вот я, сука, вообще. Ну, вот такие тут, наверное, высказывания чёткие. Если хорошо дальше английский, напиши в комментариях, пожалуйста, да? Почему нет-то? Если можешь вот это перевести-то. Зато мы узнаем, что Гиппократы там говорят. И Ленин. И ещё какой-то первый вот этот придурок. Вот если такие загрузки будут, то это же будет полный пиздец. Я что, даже не знаю, чё говорить. Так бы я хоть пообсуждал бы вот эту надпись, а так чё, нет. Я её не знаю. Если честно, я вообще даже английский учить не хочу. Дурацкий он язык. Буржуйский он какой-то, да? Лучше китайский выучите. Китай рулит. Опа, видюха. О, ты ж прям смотри. Детройт, ёпта. Так, это, наверное, мой автомобиль, да? Но я ключи-то не взял. Это Дэу. Смотри, Дэу Некси. Нихуя. А вы, ребятки, взяли авторские права на Дэу Некси? Капюшон накинь. Дурень дождь же льёт. Где подручные средства? Мне надо подручные средства уже собирать, чтобы драться. Ладно, мне надо узнать, что там с моей женой вообще случилось. Слышь, мужик, продай мне пушку. Мужик. В бомжатнике каком-то живу вообще. Да, посмотри. Едет наркоман. Ладно, бежим. Банк. А мне надо в больницу, да? Хоспитал. Хоспитал. Такси. Опа. Страшная женщина какая-то на меня смотрит. Закрой окно. Салон же капает. Какой-то в натуре страшный. Смотри, какая. Ай, блин, опять смотри. Вильям тут какую-то хуйню написал прикольную. А я не знаю, что это. Ммм, что-то в наших сердцах и смерть, и кровь. Но мы не знаем, как добраться нам в голову. И бьет нам в голову. Вот так вот. Да давай, лоудинг, быстрее. Ужблёху-муху. Вот чуть-чуть прошел, да? И хлобы сразу опять загрузка. Уже 10 минут сижу какой-то хуйней страдаю. Заместо того, чтобы поиграться. Ну, не думаю. На-на-на-на-на. Дальше, наверное, будет что-то крутое. Надеюсь. Получше. А то скучняка. Во! Движуха пошла. Ну, пока вообще ничего страшного. Но морочновато, да? Смотри, дождь идет такой. Прям вообще прям везде. Все что-то разбросано, что-то поломано. Смотри, тоже надо его на эксии. Угу. Аграфонита. Это... Хоспитал. Окей. Ариаган как переводится? Риаган-хоспитал. Мне в реанимацию надо, да? Иди давай. Че ты встал-то? Сейчас опять лоудинг. Я вас убью, если сейчас будет лоудинг. Нет. Не лоудинг. Смотри, вообще людей нету. Как меня вообще такси привезло, да? Эмердженси пациент паркинг. Иксрей. Радиоактивные. Нам сюда, наверное. Пип. Мари, даже в больнице никого нету. Так, мне регистратура, наверное. А где это? Че это светит? О, нифига себе. Велком. Ага, велком. Здравствуйте. А че это там? Парковку видно, смотри. Отражение вообще. Класс. Класс отражение. Пип. Так учень, как будто я пришел на сервер, и я тут один. Я не могу воспользоваться лифтом. Это для персонала. Мне нужно найти еще другое. А лестница? Да, квест шоль какой-то. Теперь вот дайди вход туда, куда надо. Не сейчас. Мне нужно подняться наверх. Да я че? Я вот и пытаюсь тебя наверх поднять. Если б ты мне еще сказал, как тебя наверх поднять, я б тебя поднял бы. Ну-ка, давай, пикай. Пип. Во. И этот лифт мой. И этот не для персонала. Поехали. На какой этаж ты хоть едешь? На самый последний, что ли? На второй. А мы на ГГ были, да? На паркинг. Только мертвые могут видеть конец войны. Хоррор, хоррор. Хоррор. Ладно, я думаю, может после, знаешь, после того, как я встречусь с этой, со своей женой, которая валяется в коме, мне там уже пойдет, наверное, меньше загрузок. Те дела. А то еще сидим-сидим, ждем. Плата. Кто такой плата? Платон. Платон. Ну давай, ну у меня комп шустрый, вообще пиздец, у меня мега комп, что ты так долго грузишь-то? Я пока произдаю страшные звуки. Музычка хотя бы играла бы какая-нибудь. Базань, 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 базань. О, смотри-ка, я радиацию получаю. Почему? Я же на втором этаже. А там не должно быть. Пардон. Чего-то меня сегодня аж прям... Это вот после страшных звуков. Телефон. Прямо сейчас мне это не нужно. Реплика от бога. Так, а палата-то какая? Room 54. Уже поздно пациенты должно быть спят. Да тут вообще никого нету. Смотри, интересно, а к доктору Миллеру нужно от меня? Что доктору нужно? Блядь, ты у тебя жена в коме. Он сказал, что плохие новости. Говорит, надо тет на тет поговорить. А интересно, что ему нужно от меня? Ну, не дурень. О, вот сюда можно зайти, наверное. Так, комната Клэра. Я соскучился по ней. После моего разговора с доктором Миллера я навещаю ее, наконец-то. Значит, комната Клэра у нас 536. А доктор-то там где? Доктор. Идем на свет тогда. На хера я на свет пришел? Не сюда пришел. Где вообще у вас тут ординаторская? Где врачи-то? Вот. Вот Миллер, доктор Миллер, точно. Загрузка? Загрузка, сука? Нет, смотри-ка. Да-да, возите. Такие персонажи в Фоллауту скидываете. Мистер Хелтон, пожалуйста, заходите. Скелет. Здравствуйте, доктор. Пожалуйста, Джеки, присаживайтесь. Скажите мне, доктор, что случилось с Клэр? Насколько часов назад медсестра отправилась в комнату Клэр на плановый осмотр. Но вашей жены там не было. Что значит ее там не было? Мы искали ее по всей больнице, но нигде не смогли найти. Позже пациент из другой комнаты увидел, как она уходит с двумя мужчинами. Когда, почему вы теряете время? Нам нужно найти ее быстрее. Я не думаю, что это хорошая идея. А вот она ты, старая бабка-то, которая за мной следила. Блядь, прям развитие сериала на ТВ-3. Кто вы? Не важно, кто я, мистер Хелтон. Важно то, что люди, которые похитили ваши жены, не контроля полиции. Кого похитили? Вы имеете какое-то отношение ко всему этому? Я... Я... Объясните мне прямо сейчас, что происходит. Пойдемте со мной, мистер Хелтон. Я могу отвезти вас к ней. Скажите мне сейчас, где моя жена? Что вы с ней сделали? Я ничего себе не делал, молодой человек. Я здесь, чтобы помочь. Кроме того, если бы я был связан с этим... Я была бы связана с этим, я бы приехала бы сюда одна. Охренеть. Черт возьми, почему вы хотите мне помочь? Хм, дайте мне подумать. Может быть у нас с вами одинаковые чувства к ней, или может быть у нас одинаковая ненависть к тем, кто ее похитил? Не имеет значения. Выберите версию, которая позволяет вам чувствовать себя лучше. Вам решать. Вы считаете это смешно? Ответьте мне сейчас. Дор, дор, бла-бла-бла. Какой болтливый, молодой человек. Ситуация требует большего, чем просто слов. Я понимаю, что у вас много вопросов. Мы можем остаться здесь и ответить на них. Один за другим или мы можем поспешить помочь вашей жене. Санта-Барбара прям. Блядь, подождите меня. Да ты че? Ты тут сидел, блядь, ляс и точил. Вот Карл Маркл, наверное, сказал что-то прикольное. Религия это... Нифига не религия. Потому что это у нас... Все, что сердце правит миром. И душой. Мы продаем кондициям. И это опиум для людей. Блядь, вот крутой же че-то сказал. И че-то я прям вспоминаю такую цитату тут. Известных людей, а че-то нихера не вспоминаю. Вот он стоял, главное, ляс и тащил. Да, потом такой, блядь, подождите меня. Куда бы бабка убежала? Я хуею. И опять лоудинг. Сука, полыгры лоудинг. Да, на вертолете надо. И я бегу, смотри, за этой старой бабкой. Бабка старая быстрее меня пробежала. А ее тут нет, смотри. Че вообще? А, нет, вот она. Это ты? Я прав? Вы скоро получите ответ на ваши вопросы, молодой человек. Залезайте. Нам нужно торопиться. Давайте, засовывайте меня уже куда-нибудь туда, где страшно. И чтобы поменьше вот этой болтавни. Дверь закрой ты, блядь, придурок. Автоматическая дверь. Полетели. Я так понял, меня сейчас в какую-то лабораторию засунут. Опять Ленин, смотри, что ты сказал. Меня засунут в какую-то лабораторию. Подключат к какому... Нифига, вот это быстро загрузка. Вот это я даже что-то не ожидал. Хотел поболтать, а не вышло. Ну, спрашиваю пока. Как я не понял этого раньше? Она мне столько о вас рассказывала. Могу себе представить, мистер Хеллтон. Понимаете, мои отношения с дочерью были трудными. Скажем так, она посчитала, что я перешла меру в своих действиях. Но в глубине души она всегда знала, что все это же ее защиты. Что ж, посмотрим, куда нас привели ваши поступки, ваша вражда. Куда мы летим, вообще? Иронично. Она покинула меня, потому что чувствовала себя в безопасности рядом с вами. Я не понимаю, она же ваша дочь. Как вы можете быть таким спокойным? Пилот. Мы надеемся, летим над островом. Потому что я знаю, молодой человек, Клэр способна добраться до меня. Они не причинят ей боль, пока не заполучат меня. Вы знаете, кто эти люди, не так ли? Скажем так, у нас были сложности просто. Тяжело читать это, прямо вообще в прошлом, в котором много неизвестных людей погибли из-за наших конфликтов. С обеих сторон. Очень закрытые люди. Чтобы положить конец этим убийствам, нам пришлось сесть на один стол для примирения. А чтобы заключить сделку. И держать наши семьи подальше друг от друга. Вендетта. Сегодня эта сделка расторгнута. Пришло время возвращать долги. Давайте мне оружие, я всех перебью. Я буду выступать в роли спецагента. Ну так, блядь, ну вообще, ну. Где хронология вообще? И я, смотри, я выжил, да? Си-4 прямо подо мной была, да? И довольно-таки такой большой заряд-то. Мы летящая комета. Там разломило бы всё нахуй. Так, если вы чё-то блит, если вы лаут, если вы поисленные и умираете, и вы не знаете, куда вас ведут. Вильям Шекспир. Зашибись. Это он, наверное, когда там эту Магдалену душил, да? Сука. У меня от этого перевода аж голос. Я думаю, змея, это лопасть. Всё, наконец-то сейчас движуха пойдёт, ребят. Пролог мы прошли. Сейчас я буду добираться, если я очнусь. Сука, бабка выжила. А у неё, по-моему, что-то в животе торчит. Нет, у неё пистолет. Джейкоб. Джейкоб, ты должен проснуться. Джейкоб. Джейкоб, ты должен проснуться. Так, всё, я, по-моему, уже где-то потусал. Кишки, что ли? Мои кишки, да? Я зомби. Бля, баба умеет реанимировать. Смотри. Ев 9-1-1, надо было идти работать. Что случилось? Слава богу, ты жив. Кто-то захватил наш самолёт. У нас мало времени. Заебись, кто-то захватил. Кто-то взорвал. Где мы? Там бешеный кабан, бежим. Возьми это. Тебе это понадобится. Грязной рукой взял. Хотя бы штанина бы вытер. Он, смотри, стоит, он так, что-нибудь потом писать хочет. Мне нужно идти. Береги себя. Да, в чёрном лесу. Подождите, что? Что? Привет. Блядь. Что вообще? Наконец-то, да, вот, смотри, игра началась. Наконец-то крепотни не будет. Дебильный какой-то. Баба после крушения, да? С вертолёта. Захватили наш вертолёт. Там ты, блядь. И ушла. Мне надо идти. И опять лоудинг. Мужчины вечно что-то учат. А после они не могут выучить историю. Чё? Хуй дает. Серьёзно. Это пиздец. Не, ну история так прям на уши затянута. Прям вообще прям. Думаю, хоть страшно тут будет. Будет, не будет. Будет? Будет. Надеюсь, будет страшно, да. А то 30 минут какой-то, блин, тягомутиный. Вообще просто непонятный. Архимед, давай уже загружайся-то, а. Ну? Тирьям, 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 тирьям. Бляхин, мухин-то. А, прям описание такое для игры было. Прям вообще, ууу. Бомба, вообще нафиг. Там всё страшно будет. Хотя, может быть, может быть, сейчас будет страшно. Прям вот сейчас вот. В лесу. Там же, видал, какая-то дичь пробежала. Да, блядь, я должен быть в лесу. Сейчас эти еще пидюки будут, военные разговаривай, да, смотри. Я ее похитил, я там и себя, блядь, сопли жевала. Сука. Пукан держит. Пидик. Генерал у нас проблема. Угу, они выжили. Давай врубай Гитлера. Найн, найн, вот сайн, найн. Устраните ее. Ага. И опять лоудинг. Вот ради этого я сидел, ждал, блядь, хуй вот тут все времени. Разум не помещается там, где мы его создаем. Он идет весь в ад, а ад быть существования. Джон Мильтон. Ёбушки, воробушки. Дайте мне управление в мои руки. Не надо только еще что-то грузить, как он видюху. Ладно, дайте мне сразу побить кого-нибудь. Побояться, попугаться. Так у меня ком даже не напрягается. Это просто лоунинг горит и все. Просто время тянет. Игрушка на 15 минут, а он мне сейчас растянет ее на две серии. Для того, чтобы большую часть времени мы сидим и ждем лоудинг. Блядь, я так английский уже выучу. Вот просто сидеть, вот перечитывать эту фразу, блин, пока лоудинг. И уже выучишь, сам догадаешь, что такое is of an place. Хотя и слов таких не знаешь. Зависло, зависло, нет, не зависло. Во! Так, смотри, у меня есть пистолет, у меня 4 патрона. Так, сохранить прогресс на этом этапе. Рекомендуемый, да. Один. Сохранить, да. Назад. Я же сохранил. Назад, нет. Так, пистолет. Дайте мне пистолет. Смотри, я, по-моему, даже с фонариком, нет? Так, целиться, окай, понятно. И у меня сколько патронов? 4 патрона. Так, пойдем тогда осмотрим место крушения. Нихуя, это не место крушения, подожди. А что за светлячки вот это? Я думал, я с нечистью буду воевать, а не с людьми. Так, туда нельзя. Карта есть? Карты нету. Инвентарь? Инвентаря нету. Так, но хоть пистолет из рук не пропадает. Так, выглядывать нельзя, значит, мне тут особо-то бояться-то нечего, да? Но мне придется драться. Если мне дали пистолет, значит, кто-нибудь нападет. Даже по графонию игрушка так приятная. Я бы не сказал, что прям вот по тексту дилетанты какие-то. Вот прям, ну просто натянули текст, лишь бы как. И озвучили так же. Я вообще туда иду-то. На то дерево надо наверх. Ок. Смотри, вроде правильно, да? Если тут что-то горит, значит, уже правильно иду. Прыгать можно, прыгать нельзя. А, и туда нельзя, понятно. Ты по маленьким подъемчикам не поднимаешься. Вижу домик. Ну, правильно, надо в домик идти. Так, я сейчас буду орать, наверное, да? Мурашки пока не бегут, пока нормально. Now. Теперь. Теперь. Ты чего? Аха-ха-ха-ха. Теперь люди работают. И это открыто. Уходи. Сейчас. Живо. А я не уйду, я настырный. Тут-то-то. Тут-то-то-то-то-то. А можно поиграть-то? Вы хотите использовать бронзовую монету, нет? А у меня сколько их? Да. Играть. Воу. А че надо-то? Я уже правильно собираю это. Так, ты у нас что? Ты у нас вот это. Вот это, вот это. Вот это. Хо-хо-хоу. Ёбушка-воробушка. Я, смотри, я тут просто профессионал нахуй. Не тем поймал. Да, вот смотри, это неправильно было. Главный рекорд 14 выход. Так, поиграли, хватит. Интересно, а будет какая-нибудь плюшка, если пройти это все дело? Там, наверное, пройти нельзя. Там, наверное, просто рекорд какой-нибудь там 213-215, да, есть. Ну и ладно, посмотрели, что это такое. Бля! Вот! Уфс. Уже, да, напугал. Черт, что происходит? Мазерфакер. Вот это было, да, немножко неожиданно. Это меня аж прямо в мурашку пошло. Так, патрон. Патрон надо. И это открывается? Нет, не открывается. Значит, светится должно, да? То, что я могу взять, светится. О, записка. Давай почитаем. Вниз стрелять не могу, прикинь. Так, наверх не могу. Аптичка. Русина Путина. 19.57. Так, давай запишем на всякий случай. Так, 19.57. Это ящик. Я тут уже подготовился, да, если карандашик взял. Ага. Нужно найти ключ, чтобы открыть сейф. Заебись. Он, наверное, не тут, да? Ключ-то не дадах, заткнись ты. Так, а где может быть ключ, а? Вот вы мне скажите. В топоре? Интересно, а если под ручными средствами я могу? Банку вот эту взять. Нет, а топор? Топор. Топор тоже не могу. Ладно, идем дальше. Море. Так, ну по-любому не сюда мне. И плавать я не умею. Да, я по воде, смотри, прям хожу по воде. Ладно, бежим тогда туда. Где же годные игры? Почему они не выходят-то, а? Не напал же еще никто, да? Напугало меня доской немножко. Прям так, прям совсем крополя. Просто мурашки побежали. И все. Где хоррор? Это не хоррор. Так, это я прибежал, откуда я бежал, да? Бежим тогда сюда потом. Или это я сейчас прям к вертолету бегу, да? Где крушение? Да, смотри, у меня четыре обойма получается. Четыре патрона, восемь патрон. Каждый ясичек дает... Не, смотри, это я по кругу пробежал. Значит, мне там что-то надо сделать, да? Так, сюда не пускают. Сюда тоже не пускают. Ключ, что ли, где-то искать? Да ладно. Так, а если в банку стрельнуть? Давай попробуем стрельнуть. Ключик? Монетка. Поцарапанная золотая монета, две штуки. Это что? Это как я должен был догадаться, что надо спиздярить это? Еще, оказывается, прикинь, не вот так вот. Это надо прям почти глазом навести. Чтобы можно было поднять. Так, ну я патроны больше тратить не хочу. У меня и так их мало. Чтоб по всему тут подряд-то шмалить. Ну давай, а что ты не говоришь, что тебе нужен ключ? Еще раз. Чтоб я вспомнил, что тебе нужен ключ. Я просто бегаю, жмакаю на Е, потому что я не знаю, что тут можно собрать, что нельзя собрать. Потому что он, видишь, он что-то вон валяется, да? Но я это поднять не могу, нихуя. Во! Позаботься о нашем сыне. Как это теперь почитать? Ну заебись, я вот на Е понатыкал. Я хочу прочитать это заново. Инвентарь. Табулятор. Табулятор. Эф. Воу, на Еф можно? Во, я мог это вот так сломать-то получается. Там код, наверное, был или чего, куда идти надо было. Бляд. Я мог эту банку туда, получается, вот так просто скинуть? Блядь, я тут был у 10. Может, я где пропустил, где еще поворот есть? Ищем поворот не туда. Или просто, знаешь что, надо вот от этого сейчас, вот этой горелки побежать налево. Вот сюда вот. А отсюда я пришел. Ну, че вообще за блядство? Ну, блядь, ну непонятная же игра. Непонятно, куда идти надо. Так, я пошел сюда, а можно вот туда. Во, новая местность. Я нашел, куда надо идти. Ой. Надо вот вверх-вниз сенсивить и поменьше сделать, а влево-вправо побольше. Я нашел чей-то трупяшник. И какую-то дичь, смотри. What the fuck? Да какого хрена? А че он делает-то? Он по типу должен этого придурка жрать. Да, он жрет камень. Смотри. Я же сейчас его убью. Эй, ты, пацан, из-за того все в порядке? А, он пытался снять вот эту штуку с себя, что ли, получается? У-у-у-у. На, на. Пока. Фак, какого хрена? Мы не сдаемся. Немножко мурашенцей побежало, а так все нормально. Смотри, я убил эту дичь. Перезарядить патрон. Фуф, ну управление вообще гнилое. Дичь, дичь полная, полная дичь. Так, это не берется? Вообще не берется? Вообще не берется. Фонарик откуда-то взял, смотри. Интересно, я бы, если ему хэдшотнул бы, я бы меньше патрон потратил. Я просто запаниковал, у меня руки затряслись. Неожиданно прям так началось все это дело-то. Так, вниз или наверх? Пойдем наверх спрэва, да? Там потому что он что-то горит, наверняка там что-то интересное. А, пробежимся, а то что-то как-то мы замерзли, да? А автомат мне дадут? Вот я бы с автомата бы тут пострелял бы. Ультр-бошаба, из-за бошаба я бы его точно сразу ухерачил. Так, тут пройти можно, подожди. Тогда. Сейчас мы справа с лавой сходим. Надо найти патроны. Так, это не разбивается. Вот, что-то светится. Патрон. Так, а как в домик-то зайти? Да открой ты дверь-то. Дверь заклинила, должен найти другой путь. Да вот, окно. Да, только ты в него не хочешь идти-то, придурок. Так, прыгни ты в окно. Ты бестолковый. А там вообще нет ничего, да? Мне, в принципе, нахуй туда не надо. Да, там только стул стоит, и все. Поэтому, наверное, заклинило, и то, что другой вход, и нету нихера. Я бы сейчас, прикинь, я хотел уже патроны тратить, стрелять по стеклу. Пострелял бы сейчас, да? Просто бы бестолку, пострелял бы нафиг. Так, вон там по-любому плюшка лежит. Идем. Нихера, меня просто в тупик завели, и все. Ой, можно спускаться. Вот хотя бы вот это нормально. Что это, КАМАЗ? Турбо. Ага. С фантика взяли, да? Из вкладыша. Что это за заводы такие? Тут можно? Тут можно. Хорошо. Опа! Четыре патрона все равно надо, прикинь на него. Фух. Ты хоть патрон бы давал бы. Нихуя вообще сюда полез-то? Тут вообще ничего нету. Просто патроны истратил. Я шахрип. На выдохе прям ты у меня вышел сюда прям, придурок. Так, трусцой мальца. Мальца потрусим. Они тут, по ходу дела, ставили какие-то эксперименты над людьми. Угу. Так, тут я спущусь-то. Так, а тут я не пройду. Как мне тогда тут? Мне, по ходу дела, уже тогда надо не сюда, а надо... Да, ты ж прыгать не умеешь, ублюдок. Ну, давай застрянем еще. Бляха. Это мне тогда вниз надо сейчас спускаться. Идем, лады. Идем вниз тогда. Так, а тут ничего? Нету патрон? Я, в принципе, они неповоротливые, я их и руками могу запинать. Че, не проблема? Вообще не проблема. Давали бы, что ли, подсказочки, куда надо. Вот, например, светлячки, да, вот как там у вертолета, где были. Значит, я иду в правильном направлении. Если этих светлячков нету, значит, это просто куда-то ответвление. Было бы, наверное, так логичнее бы, да? А то я просто сейчас мучаюсь, но пропалу я вот куда. А хотя, вот смотри, есть светлячки. Видишь, вот они. Может, это, значит, так и есть, значит, я туда иду. По-правильному. А там это было ответвление. Только зачем он туда пришел? Я туда пришел, просто убил эту хуйню и все. Да? Ага. Ну, самое главное, мне тут их убивать дают. Не надо мне тут по стелсу никуда двигаться, да? Вот это вообще просто. То бишь, имея за плечом ключ. Нет, смотри, какой-то наркотик нашел. Полный шприц. Так, рация. Рация. И рация не берет. Ящик вот этот откроешь? О, шкаф зашел. Фуф, я на меня застрял. Так, а что за полный шприц? Как тебя использовать-то? И вот управления не было. Вот это плохо. Нельзя было посмотреть, что на какие кнопки еще тыкать не надо. Идем по светлячкам. И не страшно, да? Вообще. Я вот вообще-то... Еще одна авиакатастрофа. Похоже, это было давно. Тут целый самолет. Прямо они, прям, прикинь, надо... Так, у меня патрон нету. Все, вот это сейчас было вообще неприятно. Вот это, да, я аж прям весь мурашками покрылся. Было это. Криповато. Криповато. Прямо я буду тогда вот так кулаком драться теперь. Так ты откуда выбежал? Удей патроны, дай мне. Сука, ты выбежал? А я туда пройти не могу. Так, а подожди, а у самолета-то есть патроны? Ты ж военный какой-то, да? Нет, нихуя не военный. Смотри, меня не пускают. Меня нарушены не пускают к самолетам. Чтобы я от них какую-нибудь часть не оторвал. Я ж по-любому оторву лопасть, буду лопасть убить. У меня патрон нету. Так, а если на меня тут сейчас дичь нападет, это же... О! Вот сюда можно пройти. Можно, 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 жопой чую. Нет, нельзя. Я застрял. Нет, фух. Паниковала рано. Но вот сейчас хотя бы более-менее интересно стало, да? По крайней мере, без вот этих загрузок и без всяких трепотни вот этой дебильной. Это поломать нельзя, да? Так, монетки больше не тратим нахуй эти игры. Дурацкие. Вот это чё? Слушай, а по-моему вот я могу сохраниться, да? Вот так вот это я просто сохраняюсь. Так, вы хотите использовать бронзовую монету, да? Да, вот, сохранить игру, видишь? Я тут могу только сохраняться. Могу либо поиграть, либо сохраниться. В кобу играть мы не будем. Понятно, значит, эти у нас автоматы сохраняют. Йоу, ёп! И наверху чё-то видало, вот здесь прям вообще просто дико. Как должен работать без бензина? Ну, хоть не наврали, хоть приключенческое, да? Вон, приключение какое-то сделали. Так, патроны, это хорошо. Три штука. Значит, мне кого-то сейчас стрелять надо будет, да? Нужно найти газ. Возможно, в одном из грузовиков есть. Вы чё, блядь, издеваетесь? Я только что был в этих грузовиках. Какой нахуй там я газ не видел? Вот у тебя бочек, да хуя. Вот возьми одну бочку и ливани газа. Так, вот давай побежим. Высоко-то как подниматься-то, оказывается. А газ ему на кой? Так, куда в кого стрелять-то? Пока ещё ни в кого. Хорошо, потому что у меня три патрона. А на эту дичь надо по четыре патрона, да? И пофиг ему, куда стрелять. В голову, не в голову. Четыре патрона хорошо уходит на эту шнягу. О, блядь, ты как так дистанционно открыл? Слушай, а мне нужен газ. Без газа-то я не запущу. Так, ещё один шприц подобрали. Музына, это та, которая внизу играет? Мы не сможем поехать, потому что у нас нету газа, да? Нужно найти способ включить. Да, видишь, я не могу. Не могу поехать. Нет, смотри, нашёл способ включить. Да ладно. Да ладно. Ха, в натуре, без газа поехал. Можно было без газа поехать. А я вон сейчас хотел уже к грузовикам бежать. А не надо. Не надо грузовика. Will seeking revenge did you to gravis. One for yourself. Дуглас. Сказал это Дуглас Хортон. Я не знаю, кто это за хрен. Дуглас Хортон. Дайте мне побольше экшена. Вот хотя бы вот так вот грузиться, да? Вот прям вот на такие большие территории. А он не так-то, что там. Помаленько. Слушай, а меня же кто-то устранить хотел. Где этот капитан-то майор, генерал их них? Вот с них бы я патрон хотя бы пособирал бы. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. И сука, напрягает то, что вот идет лоудинг, а комп-то у меня не грузит нихуя. Так, в общем, я бы даже сейчас разработчик так... Сейчас, подожди, я карту дорисую, вот я чуть-чуть не успел. Вот-вот-вот, еще прям вот-вот, почти-почти вот. Так, мы приехали на новой локацией. Так нихуя, она такая же. Так локация-то такая же. Ой, а это новый какой-то, смотри. А, нет, три патрона. Смотри, я это вот с трех патронов гандошил. Фу-у-у. И нахуя его сейчас сюда залез-то? Ну, здесь хоть свет есть, да? Пилу могу взять? Дай пилу. Нет, не берет пилу. Так, здесь ни крякай, ни кто, ладно? Я могу посвятить своим телефоном. Ф-Л-Т-БГВ. Нет, не работает. Куда я могу посвятить своим телефоном? А как мне лекаться-то? Вот у меня шприцы полные. Или я их поднимаю, я сразу их вкалываю, что ли, как бы так, да? Как в Марио, да, поднял, сразу, сразу получил баф. Непонятно пока. Слушай, а я наподобие такую игру, кто же играл, это там этого, чуваком тоже бегал. Она такая тоже немножко хроричная. Но я вот ее прошел, я с удовольствием там историю послушал. Да, слушай, здесь, а нет, здесь такие же контейнеры. Так, это бронзовая монетка на сохранялочку, отлично. Как включать-то вообще, нет? Т, на Т, на И, на О, В, А, О, П, Л, К. О, подожди, вот, смотри, Джей, смотри, позаботься о нашем сыне. Мэри, для твоей собственной безопасности я не могу сказать тебе, что здесь происходит. Они пытаются найти вас. Они следят, они безумные, они все безумные. Всего несколько осталось здоровым, здравому мне. Это вопрос времени, прежде чем они сойдут с ума. Все ваши сбережения находятся в потиленовом пакете, спрятанном под камином. Возьми наших детей и уходи. Прости меня за то, что я тебя подвел. Спаси наших любимых детей, Джеймс. Вот, на С, прикинь, на С фонарик включать. О, у меня инвентарь есть, смотри, нихуя себе. Патроны для дробаша, смотри, полный шприц, полный шприц, сочетание с полным флаконом, он исцелит тебя. А это пустой шприц. Ага. Есть еще пистолет и есть золотая монетка. Прикинь, на В инвентарь. Ну вот как, как я должен был додуматься? Значит, на С фонарик, на В инвентарь. Понялый. Ой, не на ту кнопку нажал. Ну вот, хоть немножко разобрались в игре, смотри. Так, теперь, теперь дверь бы еще открыть. Ну хотя бы вот так вот. Да? А то вообще что-то непонятно было. Знаешь что, мы вон туда пока не пойдем, да, мы туда пойдем уже в следующей серии. Ага, а тут мы тогда заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на паблик, ставьте пальцы вверх, комментируйте. Рассказывайте друзьям, делитесь ссылочками и до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok